Набрать и вообще не париться Ну пока думают, пока думают Фрэнс Что себе добрать далее Опять же, есть у них еще минуты дополнительного времени Могут поразмышлять Видимо Что-то интересное сейчас еще увидим Ну а Team Spirit нужен мидер и хардлейдер Героя для Фобоса выберут Ребята, скорее всего, сейчас, благо В этой игре Хардеров Фрэнс Не смогли большое количество забанить Потому что уже понимали Что второй раз мипарем соперника прокатить не удастся То есть там появится и Винтер Виверна И Магнус Это 100% был бы пик и Винтер Виверны И Магнуса от Team Spirit Если бы этих персонажей Afterlife не забанил Вот И у Spirit есть возможность Сейчас взять привычных для Фобоса героев То есть Того же самого Шейкера Которым он так любит играть Но Шейкером может играть и ФНГ Но ФНГ здесь уже Слардер Да, да Поэтому что-то другое будет Решили Решили СФ Ну слушай, с большой долей вероятности Возможно появится и Шейкер с такими темпами Не, просто будет ласт пик У Team Spirit Можно было бы мидера своего не открывать Но с другой стороны Team Spirit уже видит Team Spirit уже видит мидера вражеской команды Да, и СФ Это по большей степени Герой универсальный То есть Его можно Иногда даже первым пиком забирать И вообще не бояться Если в конце концов Соперник какого-то заберет опасного мидера Для СФ Типа Квапы То всегда можно Продолжить свой драфт так Чтобы было кому спасать СФ Кто-то, кто сможет прилететь на телепорте Помочь ему против Queen of Pain Или как-то Там, я не знаю Квапу погонять на первых уровнях Или там другого героя опасного для СФ Чтобы тот получил душ побольше Ну, учитывая то, что Team Spirit остается хардер Тут Afterlife Ну, у него много вообще вариантов Кого банить Нужно банить просто того Кого он больше всего боится Видимо, боится больше всего умника Ну, это FNG боится умника А Afterlife, кого боится, мы сейчас узнаем С одной стороны есть Шейкер Которым Фобос постоянно играет С другой стороны есть Бруда Который Фобос тоже играет очень часто С третьей стороны есть Клокверк Который, может быть, здесь не так хорош против Мипа Но он великолепно смотрится против А. Гирокоптера За счет того, что Ну, Гирокоптер просто врывает Рокет Бараша И умирает от Блэдмейла Б. Он хорошо смотрится против Манки Кинга Ты подсвечиваешь ракеткой Влетаешь хуком Сбиваешь его с дерев... Ну, то есть попадаешь ему там в дерево И все И он уже там никуда не уходит от тебя И плюс Клокверк Это души для SF на первом уровне То есть SF выйдет где-то там с 12-13 душами В зависимости от того Грамотно будут обузить Team Spirit или неграмотно И вот есть еще и такой вариант Фрэнс, естественно, добирают Кентавра Что, как по мне, странно Вообще, почему какого-то Омника забанил АПНГ По-моему, Кентавр был вообще идеальным героем В идеале смотрелся хорошо Но все-таки решили избавиться от бруды Ну, сами Фрэнс, видимо, решили так Вопрос в том, что сейчас появится Team Spirit на оффлайн Сейчас узнаем Сейчас узнаем Как узнаем? У них там еще 2 минуты времени дополнительно Могут думать себе сейчас сколько угодно Может, они и сами хотели, кстати, Кентавра пикнуть И тут такой суперудар просто от Afterlife Да, возможно, в этом и кроется причина То, что ФНГ решил, что надо забанить Омника И самим как-то урвать Кентавра Но вот если он решил именно так Тогда пик SF на 4 стадии был ошибочным Потому что... Ну да, можно было Кентавра забрать И на Ласпик оставить себе Шадо Фид Да, если Кентавр был так важен в ФНГ То вместо SF всегда можно придумать героя другого Какого-то айсберг может, мне кажется, и на инвокеры поиграть Вариантов много там Огромное количество героев из айсберга Было бы, да, действительно удобно играть инвокером против ми По пути есть Слардер со станом Есть Кентавр со станом Санстрайки кидай не хочу Попасть всегда можно Можно было так провести драфт Но ФНГ не стал так делать И, похоже, его это озадачило Что Фрэнс сейчас забрали Кентавра Он долго не пикает А, возможно, он тратит время не потому, что это его озадачило А, возможно, он тратит это время для того, чтобы рассказать команде Как на два Тоже не исключает такой вариант Сейчас он такое делает, на самом деле Потому что, ну, почему? Есть время Есть у вас время Почему бы им не воспользоваться Если у вас даже есть выбор уже какого-то героя Можно его провести с пользой Собственно, могут себе позволить Ну, можно только гадать, что сейчас появится действительно на оффлайн Вариантов огромное множество Ну, из таких, я не знаю, что еще Ну, Шейкера По стандарту против ми Ну, это самый простой вариант, что тут можно предположить Что может появиться Ну, хотя у Flare Shaker такойся, на самом деле, если честно Там кто-то вылетел Надеюсь, не FNG Но он оффер там реконектится Я тут слышал то, что вышли новые фишки от NS Где он там показывал, как какие-то имбовые отводы делать У меня руки еще так не дотянулись Но там где-то Шейкер, по-моему, фигурировал Шейкер, Шейкер Ты не смотрел? Нет, к сожалению, нет Ну, извините меня, я даже новый патч до конца не успел прочитать Все дохожут до половины, меня дергают То на студию съездить, то это сделай, это сделай И очень-очень много дела Завтра, например, опять ездить Оу! Слушай, хардлейновый Джокерос Да, забыли мы совсем про этого героя Слушай Им просто никто на хардлейне не играет, кроме Team Spirit, по-моему Поэтому, да, хардлейновый Джокерос Или кто-то еще играет Как тебе новая моделька, Джокера? Мне вот синий Лучше, чем старая, это точно Тебе нравится, то есть? Ну да, почему не Ну, не знаю, мне кажется, вот синий голова немножко Мне нравится фон Ну, просто у многих героев, которые старые У них какой-то такой фон на модельке Ну, сзади, на карточке Он какой-то, ну, такой непонятный Ну, просто цвет и все А тут так красиво подсвечено Ну, в общем Видно, что эта моделька более проработана, чем другие Хотя, как мне кажется Есть масса других кандидатов на новую модельку Помимо Джокероса Согласен Вот поэтому Осталось 5 секунд Ну, захотелось Valve Джокероса поменять Ну, на самом деле, у них странное желание У Valve порой Ну, это же, понимаешь, кто это Это же делает художник Ты же не можешь сказать художнику, что ему делать Вот у него вдохновение Вот приходит, говорит Я хочу сегодня нарисовать Джокероса Ему Гейб говорит Слушай, дружище, ну, может, ты там волка перерисуешь Который такой, знаешь, альфа-волк Там его же Мерзкий такой Самого лекана уже перерисовали Да нет, да какой лекан? Нейтральный волк Вот этот здоровый Который выглядит, как не пойми что Я понял Который как-то бухал Две недели Я понял Потом там Ублоттикера моделька не очень хорошая Но художник сказал Я хочу Джокероса Я хочу перерисовать Джокероса И вот у меня есть идея У меня вдохновение Ко мне пришла муза Я буду рисовать Джокероса И надо сказать, что у него неплохо получилось Все-таки отдать должен Тогда бы можно и Гарпии было бы тоже перерисовать Но Не будем об этом Можно много чего рисовать Все-таки Контента в игре очень много То есть все обновить очень сложно за раз К тому же у компании Valve Огромное количество других забот О которых нужно подумать Ну что, ставится очередная тактическая пауза Ждем мы Пока продолжится игра Переподключается у нас Макки Кинг в игру Ну ладно, мы подождем Нам, в принципе, торопиться некуда Некуда Опять же, все самое интересное, скорее всего, будет сейчас Действительно Опять же МК Мипа в одном пике Будем сейчас смотреть на реализацию Возможно, кто только что к нам присоединился Напоминаю, что мы сейчас наблюдаем за Таким замечательным турниром, как Overpower Cup Финал Противостояние Team Spirit против Friends И, кстати, нам не поставил Да, тут действительно, похоже, не поставили турнир просто В лобби Да, тут у нас заканчивается пауза Все готовы Прекрасно Поехали Ну да По стандартной мовы уже полетели у нас Вот этот Манки Кинг По деревьям попрыгал с вардами Сейчас быстренько будет расставлять вижен Манки Кинга, конечно, обогнать нереально Вообще нереально Это просто такая жуткая имба Когда ты на первом левеле Там еще палишься Вот он спалил с маки Ну, он спалился Теперь понятно, где вард стоит Ну, он там только сынряк один воткнул Как бы Ну, извините, это пул блочит Это плачет пулы Ну, вот этот пул Он в некоторых случаях даже важнее Чем вот этот Потому что этот пул Ну, большой Грамотный хардер Может помешать его сделать А вот этот пул Ну, ты уже никак не То есть Тут на 52-й и на 53-й секунде Отводишь даблс так делаешь Потом бежит бачка крипов Ты у нее раз убиваешь Два убиваешь Если ты там динает Все То есть это и экспо для саппорта Который в итоге не отнимает Экспо у кэри А это очень важно Когда у тебя кэри много экспо получает Это огромный плюс Вот, и сам тоже экспо И еще и крипы умирают Хардер твой не экспо Короче, плохо Очень плохо Когда соперник делает Хорошие пулы Фрнг, Дивар Подрезал Вардец Халявный 100 голды Помнится мне Team Spirit выигрывали уже Хардлейн Джекеросом Как раз такими паря Они выигрывали То ли это было на Киев Мейджор Квалификациях То ли было это на каком-то другом Турнире Тоже Турнирлок плюс Кентавра Но это, я думаю, ненадолго Хотя, кто его знает В принципе, да, блата неплохая На самом деле Ну и противостоянно, конечно же Джиггернаут на пару Дизрафтеров Джаггера, кстати, уже неплохо Начинает разминать Блайфьюри Статик стройм Статик стройм Статик стройм Тандер стройм Также работает очень хорошо Кстати, и может быть Ферст Блат Но Ферри Файер Спасает дело Еще послал Ласточка Отпивается на Скин Тавр Но очень опасно играет Настоящий автор лайф Ну, смотри, какая ситуация получилась Много хитпоинтов потеряли Как играть Там Джиггерос умирает, да? Сейчас обезьяна будет прыгать И убивать Там уже ракета Там уже ракета Там уже ракета Она не убивает Хотя, их хватает урона Ну, а там пролетело буквально Три сантиметра Но Манки Кинг Доделал свою грязную работу Забирает Джаггера Но погибает сам К сожалению Это получается размен один в один Но опять же Это Ферст Блат Копилку команды, конечно же У нас Фрэнс И это бодренькое начало На топе, слушай Очень больно Очень больно Дизраптору Проблемы могут быть у него Он может умереть Там есть Шадоу Вор Еще буквально Тычки одной не хватает Идет сюда У нас на пациф уже Товарищ ФНГ И вроде бы выживает Дизраптор, окей А вот теперь на развороте Проблема у Варлока Варлоку тоже нужно бежать Но здесь есть Афтерлайв У него есть хопстомп Пока не тратит Ой, как же много времени Теряет Джаггернаут Очень обидно И он еще и не убьет тут Никого Нет, нет Убивает, к сожалению У нас Варлока Хороший бодиблог Афтерлайв успеет Ну да, там есть Шрайн Так что смысла нет Но в любом случае Фраг хотя бы сделали Да это плохо Ну, они получили за него 159 золота Если нам сейчас Файтерекап Сколько получил Джаггернаут? 69 69 То есть Он как будто бы Добил одного крипа Ну ладно, там двух А потерял он четырех Которые под вышкой умирали Поэтому Ну, это не очень выгодно И XP он потерял То есть Так себе фраг Если честно То есть Мне кажется Варлоку даже не обидно Феданол и феданол Да, да и бог здоровья скажу Слушай По крипстату я смотрю В миде Сэф неплохо Начинает бодренько 16 на 6 у нас У Айсберга Пока у мипа К сожалению 7 на 0 Неплохо, неплохо Бодренько Да, Айсберг справляется Как ни в себя Начинает формировать Уже есть боттл Кстати, да Боттл И уже скоро появится По тапах Хотя вот у нас Пошла сеточка Манки Кинг запрыгивает Проблемки пока что У Айсберга Подходит сюда у нас ФНГ Прогоняет НТ НТ тоже очень больно Манки Кинг Ну пока Обоюдными оплевухами Обменялись И видимо продолжения Какого-то не будет Хотя вот Шрайн Тут у нас уже был Заюз над мипа И возможно сейчас будет Еще на драках Краш залетает В итоге по АМК У АМК Огромные проблемы Нужно бежать Фэри Файр прожимает Манки Кинг на всех парах А на развороте мипа Сеточка пошла у нас По Айсбергу Умирает в итоге Манки Кинг Но параллельно Забирает мидера Команды конечно же Тим Спирит Хороший размен Опять же в пользу Команды Фрэнс Да очень обидно Конечно погиб Айсберг Он мог вообще не бежать За этим Манки Кингом Он в него Ни одной тысячки не дал А вот Слардер Как раз таки В соло этот фраг делал Но немножко не рассчитали силы Тим Спирит Такое порой бывает В топе опять какая-то возня Теряют ХП Игроки обеих команд Алтарь выпивали уже Фрэнс Так что тут им нужно По ХП аккуратнее Размениваться Ну главное то что Джаггернаут не фармит Это единственное Ну как не фармит Он хуже фармит Ну у него очень все плохо В плане крипстата А герокоптер кстати Что-то тоже не фармит А что у него Кстати да слушай Я ты тут тоже А солох это что не так Почему он не фармит Я реально что Что-то не понял А кстати да У него 8 на 5 что Неужели Тут Джакерна Я не знаю Тут либо каких-то Фобос Не я правда не знаю Что произошло Тут надо мне дадут демку Посмотреть как-то Ну как-то да Мы слушай забыли про бот Потому что весь экшен В миде на топе Да действительно Постоянно Размены какие-то Происходят Но я думал что тут Фрифарм будет у Алохи На самом деле У Алохи Просто кончился реген Фобос похоже Его так сильно размял Что Алохо боится Просто к крипам Подходить У Фобоса А у Фобоса 12 динай Все Вот она где Закралась Проблема Он просто Переденайл То есть Не просто Чтобы там Как-то Гирокоптер В Афк Там встал Или Не получается Неудобивать Его просто Фобос Переденайл У Фобоса Рука 66 плюс 2 Гирокоптер 56 плюс 3 То есть Рука У Фобоса Сильней Плюс у него Есть Ликвидфайр Который Замедляет Атаку Славдар Просто мимо пробежал Добрас тоже Короче Оставлять Своего Кэри 1 на 1 С Фобосом Похоже Не очень Не очень Приятно Да Слушай Это Вариант Такой Не совсем Стандартный То есть До этого Не сразу Можно дойти Потому что Ну Хардлейн Джекироса Редко кто Использует А он Оказывается Видишь Какой Опас Только Я тебе Скажу На том же Кубке России Тим Спирит Часто Два раза Использовали Расту Не очень Успешно Тим Спирит Тим Спирит То понятно Они Хардлейн Джекироса Подожди Подожди Прожимай Стики Пытает Жить Ховстом По таймингу Летит сюда Манки Кинг Но Глимп Залетает В итоге По Товарищу Маскельтавру И Пока Что Живет Пока Что Живет Убегает Но Там Уже На перерез Бежит У нас Слардар Тут Его Отрезает Манки Свой ФНГ Не Смог Скастить Получил Хувстомпы Там Уже Подъехал Ну Тут И Но Фирс Играл Красиво Он Баундлесс Страйком Попал По Троим Застанил И Благодаря Этому Кентавр Он Сначала Выбежал А Потом Ну То есть Просто Избежал Атаки А потом Еще Из Кинетик Филда Тоже Выбежал Если У него Не было Вот Этих Пять Десятых Секунды То Он Б Погиб Ой Открыл Я тут Нетворс И Айсберг Просто Бажит У него Уже Почти Три Тысячи Когда У Мипа Всего Лишь Две Двести Айсберг Что-то Прям Взялся За Дело Всерьез В плане Фарма Так Как там Дела У Алохи Мне Все Интересно Алоха Притащил Себе Вторую Пачку Тангусов Похоже Сальву Привез Дожди Отпиться Так Что Или Это Просто Мутант Мидидрака Забирает У нас Все-таки Мипаря Но На развороте К сожалению Ничего Не сможет Сделать Афтерлайф А вот Ему Смогут Сделать Хотя Айсберг Тоже Очень Битый Тоже Окажется Первее Не Прочекали Стики Не Прочекали Стики Возможно Здесь Ребята Из Тим Спирит Айсберг Пошел Тандер Страйк И Не отпустит Конечно Жмк Полностью Нофир Закупается Уровень Он Получил Поэтому Со спокойной Совестью Правляется В таверну Я сделал Все что Мог Более-менее На самом деле Интересная Игра Опять же Мы с тобой Опять Ожидали Что будет Возможно Доминирование Мипа Но Пока Нет Пока Доминирует У нас Но В этот раз В этот раз Такого Не произойдет Потому что Ну Может быть Мипа И выиграет Эту игру Но Не за 18 Минут Это точно Разве что Тимспирит Опустит руки Пока У колохи Про вопросы На самом деле Есть определенные Потому что У них там С Джакира Разница В нетворцах В 200 Это плохо Для Тимфрэнса Потому что Все таки Оффлейнер Имеет фарм И не имеет Его у нас Майнкэрри Получается Команды Фрэнс Так Выход Все таки у нас На ДКфобоса Дабыл Школдаун На ход Что же Джакира Ну и Фраг В копилочку Команды Фрэнс Гирокоптер Хоть Выравнивает Немножечко Ситуацию По Нетворцу С вражеским Кэрри Вот у него Фейзи Аквила Не так много Для 8 минут Но это потому Что и у вражеского Кэрри Поймали Поймали На самом деле С лордаров НГшки Проблемы Похоже Приехал в таверну Да В таверну Отправляют С лордар Отдыхать И сравниваются По счету Ой в очередной раз Фобос Что ты делаешь Боже мой Как он подставляется Так объясните мне Ну это уже Закидон Нужно быть Ноуфир Сейчас очень хочет Где-то Скастить Парочку скиллов Потому что у него Заряжен Джингу Мастере Да Негде Негде Вот только в крипов Спармить Ну да Прилично Стычка Цирки Ну что Давайте глянем Графики наверное Все таки 8 минут прошло Мы видим что В определенный момент Тим Спирит ввели Уже почти полторы тысячи По голде Но сейчас у нас Вот с учетом Последних фрагов Фрэнс отыграли Практически все Всего лишь 500 преимуществ За Тим Спирит И чуть больше 250 По экспе То есть очень мало Можно сказать что Игра очень ровная На топе пока что Оставляют одного Кентавра Но Кентавр уже силен Надо ему 6 еще получить И вообще все будет У него прекрасно Видим топорик В стэше уже лежит Скоро себе будет Не в стэше А в квикбай конечно же Будет себе покупать Наверное Тот самый Оренталончик Если что С ним сейчас улетит Хотя Возможно и не купит Потому что Могут быть у него Определенные проблемы Омни слэш И Кентавра Отправляют в таверну Мой шедевр Как-то так Центральную башню Центральную башню сил Сил света Атакуют Кстати Возможно 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 своруют у него Жизнь сейчас За это Да ПНГ проблемы Тут у нас целый Гамбанг отряд Выехал за ним Сеточка вторая Попадает Ну и Таверна Ну стоило он НТО Я думаю что нет Конечно он успел Закупиться там Вроде по максимуму Ну тут могут на боте Сейчас убить Гирокоптера Но Очень не вовремя Получают шестой уровень Кентавр Для команды Спирит Ну хотя бы убили Варлока Это получается у нас Always on a fly Да на нем Always on a fly Да Погибает Ну просто Тегов нету Можно запутаться К томаком Немножечко Самую малость Ну как-то так Ну и 8-8 счет Ровно Игра продолжается На топе Начинает пушировать У нас потихонечку Уже от TeamFriends Есть там кулдаун Если что у Алохи Нужно быть поаккуратнее В НГ Тут могут забрать В принципе Ванскор так наголо Пробежал Он увидел Манки Кинга Не испугался его И бежит сейчас в центр Айсберг тут с дабл дэмэджем Ломает Ванскор и не испугался Потому что там Айсберг В ЗД стоял Так что Все нормально Странный скан Хотя Подожди Нет Это скан от TeamFriends Да Нет Вру Это скан от Айсберг Неплохо Манки Кинг Убирает у нас СФ Продолжается драка Есть Макрофира Кстати тоже хорошая Сейчас НТ тоже погибнет В таверну Это уже минус 3 В размину 1 У TeamSpirit Продолжается погоня За Манки Кингом В таверну Четвертый фраг И возможно здесь еще Олвис вон офлайн уйдет Да Это TeamVibe От команды Friends Отлично сыграно TeamSpirit Да Джакирос не шутит Макрофира Очень много урона Нанесла Сейчас посмотрим В этой Ну тут что-то Тут и СФ 2600 А да Макрофира Топовый урон Топовый урон Именно Джакира нанес Тут нельзя посмотреть Почему-то в новом Пайтрекапе Почему нельзя Да Раньше же можно было По скиллам Раньше было можно Что нанес Сейчас И это немножко неприятно Сейчас уже никак Но 2600 в общей сложности Это действительно Очень такой солидный Дэмэдж От Фобоса Сейчас ведь он еще И Вейл купит Ой-ой-ой На 10 уровне Возьмет Экспу Ну мне такая Хотя 8% Спелл амплификацион Это немало Для Джакиро Которого Да, стакается Это неплохо Согласен Не, такая и стакается Ну я говорю Смотрится хорошо Приятно А, ты имеешь ввиду Что и Вейл И такая способность Да, конечно Да, да Я говорю Друг с другом Хорошо смотрится Опять же И то, и то Ну, я не знаю Я все равно Выбирал бы, наверное За опыт Как бы голосовал бы Все же Ну, опыт просто Позволяет тебе Добежать до 20 уровня Очень быстро Все-таки Джакиро Ему нужно все скиллы Вкачивать Ему и дуал-бресс Надо иметь Хорош То есть он Полип Это полезный скилл И айспас Тоже полезный скилл Ну и там Макропиру В 2-3 вкачать Тоже всегда приятно Но влачатом уровне Агрессивно играет Нужно быть Аккуратнее А если бы там Колдаун какой-нибудь А хотя тут айсберг Уже на хосте бежит В инвизе Давайте смотреть Будет ли кастовать Пока что в инвизе Айсберг Раскастовывать Свою реквием Ну не так много урона Нанес 25 душ всего лишь Да И айсберг не смог Скастовать Внутри Модель гигарокоптера Но Мипа там бежал И в итоге Передумал врываться Лучше отступить У мне слэша Так понимаю Есть? Да Есть у БЗЗ У мне слэша И драться лишний раз Не стоит Хотя возможно Алоху сейчас будут принимать Там бежит у нас А да Глимсанули Алоху Алохи проблема Блэйфьюри Не должны отпускать урон Конечно же хватит Очень больно Минус 2 да Ну слушай Пока мипа Что-то не очень В этой игре Если честно Но возможно Сейчас еще нафармят И как бы Вот у нее скоро Блинк появится Опять же нужно еще Третий мипарь Чтобы был Так здесь Подцепили ФНГ У Дизраптора Не хватает маны На ультимейт Так бы тут Наверное Все бы погибли Но Авторлайк просто улетает Раскостовался Кстати Манкикинг Но к сожалению Это скорее всего Для него конечное Да У меня слэш От БЗЗ И в таверну Могло все быть Намного хуже Мог и мипарь умереть И тут кентавр Тоже мог умереть Но не хватило Немножечко маны Ванскору У него еще нет Аркантапок Тяжелая была линия У Дайр В топе Поэтому деньжек У Дизраптора Маловато К тому же Он тут пятерка Такая ярко выраженная Которая Должна все время Покупать варды А под курьера Умирать А Слардер Старается как-то Вынести блин Вот он сам вроде Как купил варды Сейчас Потому что у Ванскоро Денег что-то похоже Совсем нет Но тем не менее Он что-то себе тащит Нет Тоже тащит себе См3 варды А мипарь тут Не так себя Ярко проявляет Потому что его Сф очень сильно Как-то побил на центре Что Немножко странно И мы видим Так Проблемы Проблемы У Ноуфира Проблемы У Олвис Вана Флая Что же вы делаете Хотя големы Но в этих големов Некого кастовать Глимсует Обратно нас Старь Ноуфира Забирает нас Афтерлайфа Блэйд Фьюри Подрубается от Джаггера Погибает Кстати Айсберг Продолжается драка Здесь уже Алоха Расстреливает Макропира лежит Понятное дело Под этой Макропирой Драться никто не хочет И с Тим Фрэнс И в итоге драка Получается 2 в 1 Мипа подставляет Ошибается Нити Что ты делаешь Боже мой Я думал там уже Раскастовывает он Своих мифарей Поэтому он так Агрессивно играл Но в итоге Просто ошибся На ровном месте Но это минус 3 очередные Обидно получилось Тут должны были быть Тим Спирит Наказаны конечно Жесточайшим образом Их должны были Покарать Фрэнс Потому что Они забегали на ХГ Они получили Баундласс страйк Там в двоих В троих Туда же упал голем То есть там Вообще могли вообще Просто все погибнуть Будь кентавр Где-то поблизости Но кентавра не было И в итоге Там как-то Отмахались Тим Спирит И в итоге Еще и больше Врагов сделали Чем соперник Хотя там убили Варлока и МК В размен на СФ И этот размен В принципе Команду Фрэнс Более-менее устраивал Им будет сейчас подраться На Рошане Потому что там вся команда Спирит просто битая Нужно убегать Святыни нет Святыни еще недолго будет Летит сюда кстати У нас СФ Это опасное действие Вообще не очень лоу-хп Это очень опасно Хотя есть Хилингвар Слушай Забыли мы про этот чудесный Скилл Ну так наверное Не полезет уже Да уже В смысле Глимсанули у нас По Алоху За Алохой Погоня Айспас попадает Алоху забирают Моментально Попутно забирают У нас ФНГшку Продолжается Погоня Здесь у нас возможно Сейчас Ванскор Пострянет Хотя Цеплять особо нечем Хорошая палка Роняется очередная От Ноуфира Очередной Кинетик Филд И на этом пока что все Хотя нет Пошла Станкида Убегает на Скинтауэр Потрачен был Глимс Ну Варлок так бежал Как будто у него есть Голема Но Големов конечно же нет Ну что Тяжело очень Начинается Великое Рошаностояние От обеих команд Ни одна из команд Не хочет его просто так отдавать Понятное дело Ну опять слушай Сэф очередной раз Наносит огромное количество урона Просто в драке Каждый раз открывай у него там В топовых позициях Так долго идет эта битва Что Айсберг до сих пор не может Набрать себе душ Глимс Очередной Глимс Омни слэш потратили Забрали Омни слэш минус Хорошо С одной стороны С другой стороны плохо Что сейчас Тим Спирит пойдет на Рошана Есть коротик хейс Есть хилингвард Тим Спирит должны забрать Врывается кентавр С блинка дает стан Получает краш И это суицид Суицид чистой воды Да А тут спеша Афтерлайф Переоценил свои возможности Афтерлайф Зря Он хотел своровать Аегис Но у него не было Вижена Алохо Ну что ты делаешь Ну как Ну что Ну зачем Ты только что Залый умер Я просто Я не знаю Зачем Ну ты увидел Что у тебя Забрали Твоего Кентавра Ну зачем ты там стоишь Откинул Да беги И просто подальше Ты же знаешь Что там есть Дизраптор Который тебе там С миллионного рэджа Просто вернет А Дизраптор вообще Тут игру по моему Делает уже Который раз Потому что Все время Кого-то удается Сглимсить И убить Вот как-то так Странно происходит Ну понятное дело Что в этом Есть и заслуга ФНГ Которая развешивает Коррозив хейс Дает вижен Что Дизраптор Может Легко Глимсовать Вражеских героев Но все равно Надо стараться Немножечко аккуратно Играть Вот Потому что Если играть неаккуратно То Ну скажу Очевидно Игру можно проиграть Мы с тобой тут Как-то уже начали Хранить Team Spirit Но на самом деле Откроила графики Там Ну хотя вруч Сейчас тут Добились уже Все плохо Уже 5000 по голде Преимущество За Team Spirit Ну тут SF решил Сфидить Да ладно В соло Фейерплей Хотя он забирает Олдис вон офлая Стампеда подрубается Но теперь точно Должны отпускать Ну вот Питулька Эгис Подожди Сейчас Потягивается команда Monkey King Раскастовал Ультимейл Здесь есть Ванскор Ну вот Теперь точно умирает У нас SF Ну неплохо Слушай За SF-то отвесили Это 475 голды Он-то топовый Нетворс Между прочим Если что Да Себе такое нельзя Позволять Как Макропира Хорошая Как горит Мипа Просто бежит сюда На СФНГ Залейт ставит Стан Колдаун На развороте Алохи Прыгает Кентавр Хорошо Забирает На СФНГ Продолжается драка Шрайн уже был проюзан Очень бит И НТ НТ Монтит своим Последним Парем Но погибает Статик Шторм Залетает у нас От Ванскора Очень больно Команде Конечно же Фрэнс Триплкил Оформляет БЗЗ Ну тут В принципе Ровно разменялись На самом деле Ванскор там погибает Это уже 4-й фраг В копилку Тима Фрэнс В размене И в живых Остается только Ниндагофобос Вот так вот Да Такими темпами Главной ударной силой Будет не Мипа А Гирокоптер Хожу на то Что Мипа Мипа постоянно Погибает И Надо как-то Мне кажется Мипарю Выбирать Важный момент Для атаки Айзверк Пополняет души Умирает Слишком Самонадеянно Себе вел Сейчас Варлок Конечно же Учитывая что Знал он Точно что там есть Шадоу Блэйд Ну да ладно Да Вышка в Миде Стоит действительно Не стоило тут стоять Ладно ладно В любом случае Все таки взял Спелл Амплификейшн Фобос Да Все таки Максимальный урон Да выбрал Это реально много 8% это много Если вы Посмотрите на Аналогичные таланты У других Героев У них там В два раза меньше Ну там У кого-то 5 У кого-то Ладно я помню Только 5 Ну наверняка Еще какие-то есть Но я не помню Что был такой большой Спелл Амплификейшн Тем более Ну там Может на 20 уровне У каких-то персонажей Есть подобный талант Я помню Что на Никсея Есть спелл Амплификейшн Я наверное даже посмотрел Ой Алоха В очередной Ну что он тут делает Один Объясните мне Я сам не понимаю Я сейчас горю просто Ну умирает просто На ровном месте В очередной раз Я чувствую Алоха не станет В коре в этой игре А там параллельно Забирает по НГ Но Айсберг Герется с Мипа Кто кого Ну тут Не по шансу Под Под минус армором Конечно же Анти в таверну отправляет Это уже минус 3 Получается В сумме на разных сторонах От команды Тим Спирит Тут еще забирает Слушай попутно Китавра Что он тут Делал на топе Тоже непонятно Мда А мы и так надеялись На интересную игру Противостояние Там да МК Плюс там Мипа Плюс Алоха На гирокоптере Но пока как-то Алоха совсем На коре не тянет Если честно Ну да Я проверил У них Действительно 5% На 10 уровне Ну у Джакиры Считаю В 2-1,5 раза выше Этот параметр Плюс у него Все 4 скилла Как бы Ну Айспас Он там Не сильно бьет Вот Но там Другие скиллы бьют Как бы Достаточно серьезно Вот и как ты верно Подметил В совокупности С Вейлом Ну у Эмбера Есть еще Хороший Спалом Амплификейшн Но Эмбер Немножечко Нистая опера Обычно Джекирос На саппорты Перу Вот поэтому Мы тут так сравниваем Но 25 опыта Это все-таки Тоже много Сейчас Эмбер Спалил Передвижение У нас Товарищи Афтерлайфа Прекрасно Видит Мипа Также Там умирает Опять Алоха Дэнс Я не знаю Что с Алоха Не так В него кто-то Вселился И явно Он не станет Хокаги Это точно Уже могу сказать В этой игре Скорее всего Если не перестанет Видеть Это точно Но пока Все плохо 16-32 Алоха В очередной Раз умирает Что у него Там вообще По счету Возненавидели Ребята из Team Spirit Они его везде ищут И везде убивают Эх Попутно еще забрали Т2 у нас Team Spirit Сейчас будут перемещаться Наверное На другие лайны Готовы они драться В принципе У них все есть Макропир имеется Имеется Статик Шторм Умни слэш Также есть второго левела Так что В принципе Ключевые ультимейты Есть уже Которые нужно юзать В целом Сама по себе Игра очень Хаотичная Тут 48 фрагов За 23 минуты Это Очень 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 Много Гирокоптер Покупает медаль У Team Spirit Уже за десятку Перевалило по голде И десятку по себе Это уже прилично Они хорошо Стоят на территории Вражеской То есть Они видишь Помимо того Что лайн фармят Они еще и лесочек Профармливают Весьма удачно Сейчас найдут В очередной раз Гирокоптер Гирокоптер уже чувствует Что пахнет жарено Вот он спрятался Но Но Никуда ему Не деться В теории Ему никуда не деться ФНГ промазал Крашем Не отпустил Долг живет Горазив хейс Помощи нет Кентавр решил Что ультимейт Ему прожимать не нужно Чтобы спасти До свидания Мипа И продолжается погоня За ноуфиром Ноуфиром прыгает на дерево Пошел у нас Кенетик филд Айспас Упрыгивает в итоге В последний момент У нас в ММК Прыгает кентавром В очередной раз Забирает ванскора Неплохо Но получает Дуалбресс Он не слэш в лицо Второго левела Да И в таверну Минус 3 В размен на одного Саппорта Да Спорное конечно Да Конечно же Решение Разменять себя В саппорта Может быть Автор лай думал Что он выживет На хайграунде Что происходит Но это полный Тотальный развал Какой-то Тим Спирит Я не знаю Что еще сказать Здесь МК телепортируется В бот Пушить вышку Не получится Слишком быстро Респаунятся Игроки Прэнс Минута какая 24 Да Минута действительно Небольшая Поэтому Это вполне логично Там только Мипайр долго Респаунится Потому что У него левел Высокий Что Логично Да Это присуще Для Мипа То есть Здесь Вариант Ну вопросов Нет к этому Мипа покупает Смоук Вполне вероятно Сейчас попытаются Там Аганима И Сэфа Появляется Аганима И Сэфа Да Интересно У него Ну под Вейл Да появился Талант Там понимаешь Как раз Не Аганима И Сэфа Даже без Вейла Хорошо смотрится Когда ты берешь Талант На Две Два Две Ты позже Ты мой Единицы урона За душу За душу Да Вот То Ты с Аганима Получаешь Во-первых Усиленный ультимейт Во-вторых Ты получаешь Больше душ И ты по факту Имеешь больше урона А плюс Этим талантом Ты усиливаешь Проблемки Проблемки могли быть У МК Проблемки могли быть У НТ Промазал в итоге У нас ФНГ Останчиками Но его здесь ловят Там Галимы вообще Где-то в другом направлении Прокастовались Кулдаун от Алохи Алохов таверна Уже минус 2 Тим Спирит Продолжается погоня За Always One Of Lime Прыгает ИНТ Пытается хоть что-то сделать Но получает Аспас в лицо Реквием И просто в таверну Минус 3 Оформляет моментально У нас Тим Спирит Продолжается погоня За Always One Of Lime С 2000 буквально его разрубает Это уже минус 4 Даблкил От БЗЗ Забирают Т2 И потеряли только Одного Ванскора Отличная драка Шикарный размин Несмотря на то Что вроде бы ФНГ не самым удачным образом Оборвался Игра получилась Вообще серия получилась Достаточно одноворотной В принципе тут наверное Уже можно говорить То что Фрэнс проиграли Но Из этой серии Можно сделать Один очень важный вывод Очень важный Что Я не знаю кто это сказал Но поговорка Нет плохого пика Есть кривые руки Она настолько несостоятельная Что не выдерживает Вообще никакой критики Ну посмотрите на эту серию Вторая карта Без шансов Фрэнс уничтожают Вражеский коллектив На третий Все наоборот Кстати слушай Неплохой кулдаун Залетает Забирает нас ФНГ У Айсберга проблема У Айсберга тоже Можно забрать Минус Но Макропира Взорвался Айсберг Очень битый В очередной раз У нас Инти Нужно отступить Отхиляться Но хорошие минус 2 Слушай Огрызаются в итоге Тим Фрэнс до конца Они еще не сдались Похоже в этом матче Ну все таки Третью карту Есть смысл Доиграть до Тарона Наверное До Талова Наверное Нужно играть Все таки Финал Как ни крути Рошан появляется Через буквально Минуту 40 Гирокоптер купил Солар Крест Такое вынужденное решение Потому что Ничего другого Ему не спармить Ну да Решил хоть как-то Вот быть полезным Для своей команды Варлок все пытается Купить Мидасик Но дела у него Идут весьма Весьма плохо Поэтому Мидасик Он тут не купит И там Врага ним хочет Тоже нескоро Ему еще фармить И фармить И вряд ли наверное Появится Даже если с такими темпами У нас продолжит развиваться игра То вряд ли мы Это увидим вообще Но единственная надежда Это действительно Мипа наверное В этой игре Что он там Что-то еще сможет Противопоставить Ну кстати Хекс собирает Далее У нас НТ Там скоро Мьелнер появится У БЗЗ уже сверху Так Миди Алоха Привет Коррозив Хейс Два ТТП Сразу подсейвить Но Алоху Похоже нет Тут крипов очень много Он неслышь сложно скастить Но крипов Крипов в итоге быстро убивают Но к тому моменту Уже Алоха Дэн скончается Неплохо ворвался Кентавр Много дэмэджа получает Как же он врывается Боже мой Очень больно Слардару Слардар должен погибать Но нет НТ Сам погибает Таверну Забирает также у нас Манки Кинга Байбэк делает Алоха Големы пошли Кулдаун туда же Очень красный Сейчас им спирит Продолжается драка Но как же Раскастовывает Просто Айсберг И ломает лица Практически Всей команде Фрэнс Остается в живых Пока что Always Wanna Fly И также просто На это дело Смотрит Кентавр Из леса Потому что Кентавр Не может сделать ничего Падает Т2 Триплкил от Айсберга И можно ломать Наверное Т3 Возможно Кентавр Сейчас еще заберут Тим Спирит Вообще сумасшедший Темп в игре задали Они опять Неплохо отстояли На своих лайнах Вот Очень сильно Меня удивил Конечно Джеки Рос Тут непонятно То ли Фобос Превзошел сам себя Потому что Он просто Великолепно сыграл Ну вообще Фобос неплохой игрок Но тут он сыграл Вообще на 10 из 10 То ли Фрэнс не ожидали Того что Фобос Обдинает их Перри На линии Вообще Такое редко можно увидеть Такое редко можно увидеть И у гирокоптера Ну то есть У него изначально Игра не пошла А потом ему еще И фармить не давали Будь у гирокоптера Какие-то вещи Какой-то левел Вполне вероятно Что в такой Хаотичной игре Можно было бы Как-то Размениваться Более-менее Неудачно Но гирокоптера И на лайне Неудачно Отстоял Потому что Был один на один Против Фобоса И впоследствии Так же Ну его гангали Убивали Ну в общем Team Spirit Показали блестящую игру Они Заслуживают победы Здесь Если они конечно победят Все таки Пока Ну как Я не знаю Я сейчас боюсь Открывать графики Если честно Я уже Я уже сказал Победят Но я Все таки Возьму себя в руки Буквально Одним глазком Гляну И там я вижу Уже отметочка К 30 тысячам Приблизилась По голде И 20 тысяч По XP Знаешь Учитывая что Сейчас стоит Рошан Которого у нас Team Spirit Заберет Без особых проблем Хотя Вроде бы Готовы драться Да Это похоже Последний драк Сейчас будет Для Team Friends Если они сейчас Проиграют То это конец Алоха Что ты делаешь Объясните мне Прыгает на него БЗЗ Раскистовался Проблема у нас Пока что Науфира Кулдаун Пошел в Рошпит НТ И врывается Проблема Теперь у БЗЗ БЗЗ в таверну Неплохо Но на развороте Забирает у нас Ноуфира Забирает НТ Забирает Алоха Дэнса И это минус 3 Это Это ГГ Мне кажется Это уже точно конец Потому что там Байбэков ни у кого нет Для Фрэнс Драка Началась неплохо Ну да Там выжил Герокоптер Из-за того Что у него Солар был Да Там Аганиму Кентавра Еще ему прибавил плотности Весьма серьезно Он не слэш был потрачен Ну не то что в никуда Но там не нанес Такого большого урона Слишком много целей было То есть разделили там Между собой Да такое Ну и Могли бы Могли бы Могли бы Фрэнс Выиграть эту драку Но у соперника Слишком много Пытался Афтерлайв своровать Аегис Ему тут отрезали Ну да В очередной раз Ему объяснили Что ты не своруешь Аегис в этой игре Отправляю в таверну Да Кстати Ну сейчас все появятся Конечно За исключением Кентавра Кентавру все таки Не будет еще 40 секунд Ну что На последнюю сторону Пойдут Или сразу в Т4 На чем вопрос Потому что Как ты и сказал Скорее всего Уже Тим Спирит победили Ну такое действительно Очень сложно отыграть Я не знаю Нужно наверное Ну и нету ресурсов Как таковых У Тим Фрэнс Чтобы как-то перевернуть Это противостояние Нету какой-нибудь Энигмы Там я не знаю Магнуса Может быть Что-нибудь типа того Что можно Нормально вкастовать И перевернуть все это дело В свою пользу Пошел айсберг В инвизии Тут есть Вижен От Причем От Тим Спирит есть А вот А Тим Фрэнс Нету Просто ломает Лицо практически Скилл из вона флайо Начинает падать Т3 Ну мне кажется Что просто уже Тим Фрэнс сдались Если честно Очень сложно Защищать Свою линию Ой-ой-ой На топе Врывается у нас В НТ Статик Шторм Кстати НТ неплохо Разваливает лицо У нас в НГшке Но погибает сам Байбэк у нас у Мипа нет Начинает ломать лицо Ванскору Параллельно на боте У нас драка Также от команды Команды Конечно же Тим Спирит В итоге забили на драку Ломают в последнюю сторону Все правильно делают Команды Пошел кулдаун Байбэк Делает Дезераптор Ванскор сейчас вернется Манки Кинтерст Ставал утиммейт Кастует также и СФ И возвращает душ Отхиливается И отлично сыграно Гуд гейм Велплей Красивая игра получилась На самом деле Хоть и Проиграли ее Фрэнс Достаточно разгромно На первой и на третьей карте Дайте рампагу сделать По Ане уже не сделать Да там Все в таверне уже Рампажку уже не сделать Ну ладно Ну что Что можно сказать По итогу Прости что перебил Вы там просто мысль Такую интересную Начал высказывать Да нет Попу Нет Я надеялся На что-то интересное В конце Да действительно Поздравляем мы конечно С победой Team Spirit Фрэнс показали Во второй карте Достойно вроде бы Игру да Там Мипа был Очень хорош на высоте По крайней мере Да Не смогли удивить Своего соперника Это уже Многое Но здесь опять же Есть вопросы К Алохе К мейнкэрри Команды Фрэнс Ну просто посмотри 3-12-12 Отвратительно Как по мне Стоя на лайн Мне кажется Просто Фобос Хорош Возможно Лучше был Во-первых Хорош Фобос А во-вторых Саппорты Просто бросили На произвол судьбы Ну тоже Смотри Какая ситуация Что произошло У команды Фрэнс Два саппорта Один Ромящий Это МК Второй Лайновый Это Варлок Варлок С первой минуты Где стоял С кентавром Да Что он там делал Зачем он там стоял Тоже вопрос Согласен То есть Есть Ну ты Либо Обезьян То есть Алоху оставили Без саппорта А что он может У него нет саппорта Вражеский Хардер Просто получил Экспы Поначалу И вообще Ничего не дал То есть Я демку Хотел бы посмотреть Конечно Как это все получилось Потому что Это Такое редко Когда можно увидеть Вот Но предполагаю Что там именно так И если там так и будет Я сейчас открою демку Посмотрю И мне кажется Я не удивлюсь Ну да Вот Поэтому Алоха просто остался Без саппорта Его тут Сложно винить В этой ситуации Или я вообще Кэрри опытный Много МВР Нет Его не виню Но опять же Ну Ничего не смог Гирокоптер сделать В этой игре Когда в прошлой игре Он был хорош Это да Там Действительно Вносил много урона И так далее А был полезен Ладно Много об этом Можно разглагольствовать Самое главное Поздравляем мы Team Spirit с победой Побеждают они В этом замечательном турнире Забирают Я не буду врать Сколько денег Честно Ну не особо большая